Это «Вести недели» и я Дмитрий Киселёв. Добрый вечер. Смотрите сейчас. А на манеже всё те же. Да сказки всё о том же. Именно такие мысли возникали при просмотре свежих выпусков новостей федеральных каналов. Смешно. А они с этим живут. И шуткам про глобус Украины уже не смеются. Правда, воины Останкинской башни давно привыкли к тому, что старая методичка борозды не портит. А потому активно с молодецким задором продолжали отжигать. На сайте украинского президента появилась петиция с требованием взымать плату за пролёт на территории Украины орбитальных космических аппаратов России. В прошлой программе мы ванговали, что история с петициями на сайте президента Порошенко прихватит федеральные каналы России всерьез и надолго. И, как оказалось, не ошиблись. Если откажемся, соседи оставляют за собой право конфисковать аппараты и уничтожать их как контрабанду. С какой стороны ни глянь, одни сплошные удобства. Нашёл что-нибудь, да поупороти, а ещё лучше сам придумал и написал. А потом, оп, быстренько засклинил и давай на всю Ивановскую кричать. Гляньте, братцы, хохлы совсем с ума сошли. Уже спутники за неуплату собрались сбивать. Пандеровцы решили сбивать спутники. Надо полагать, в натяжении рогатки будет участвовать вся нацгвардия. О том, что петицию на сайте президента может накатать каждый, не выходя из дому, тут предпочитают молчать. Ведь главное, чтобы у каждого зрителя создалось правильное впечатление, будто и не петиция, это вовсе с 15 подписями, а чуть ли не личный указ Порошенко. Зрители-то разбираться не станут, зато после работы животики надорвут. Ай, мол, глянь, Машка, да с кака листа совсем крыша у майданутых поехала. Заходишь на серьезный сайт, сайт президента Украины, который настолько открыт, что там любой хмырь может написать петицию о том, чтобы бабочек всех ловить и крыло у них делать одно желтым, а второе лакитным. А всех остальных бабочек отстреливать из гаубицы. Правда, долго смеяться было нельзя, иначе можно было и знатную перемогу прохихикать. Ладно, это ничего, что цены выросли, и кризис сильно по карману бьет, зато, вон, полюбуйтесь, Керри на поклон к Путину приехал. Керри, судя по официальным заявлениям, попросил о встрече с президентом Путиным сам, 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 а прилетел с гитарой и загадочным чемоданчиком. Именно в таком ключе на федеральных каналах подавался визит госсекретаря Соединенных Штатов в Россию. При этом пафоса было столько! Визит Джона Керри в Москву начался с интриги. Из самолета госсекретарь США вышел с увесистым чемоданом. Что же находилось внутри, раз Керри не доверил нести этот ценный груз никому? Что создавалось впечатление? В красном чемоданчике Джон Керри привез как минимум договор о капитуляции. Был, ха-ха, не выдержали, Янки, противостояние с русским миром. Керри приезжал договариваться. Как он это сформулировал, убирать раздражающие факторы из российско-американских отношений. И до того разгулялась русская душа от непонятно чего, что вот такая картинка с тем самым Керри в роли шведского посла стала разлетаться, как горячие пирожки в мороз на автобусной остановке. Вот он, хит сегодняшнего интернета, фото, на котором Керри очень похож на того самого шведского посла из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Дошла даже до канала НТВ. Ну а чё, победа-то общая. А вот здесь-то и случился неприятный нежданчик. Ну как нежданчик, просто очень хороший комментарий, объясняющий многое. Символично. Царь не настоящий, писарь вор. Армию отправили воевать, чтоб не догадались. Щелчок по носу получился знатный. Как говорится, тонко и по делу. И, кстати, этой самой тонкости кое-кому стоит поучиться. Почему мы так реагируем на теракты в Европе? Европа, как первая юношеская любовь. Вот этот чудесный комментарий ведущего о беженцах попал в эфир канала РЭМ-ТВ. И поэтому тебе так больно видеть, как первая любовь превращается в истерзанную болезнями, насильниками, злую, некрасивую старуху-соседку, которая плюет в твой почтовый ящик, гадит тебе под дверь, а сама при этом пускает жить в свою квартиру людей с разбойничьими лицами и окровавленными финками в карманах. И вряд ли этим товарищам стоит объяснять, что везде есть хорошие люди и плохие. Но ведь когда мир поделен на черное и белое, промывать мозги намного проще. Пускает жить в свою квартиру людей с разбойничьими лицами и окровавленными финками в карманах. Ну как вам страна прогрессирующего антифашизма, а? В скором времени и до словечек похлеще дойдет. Благо, консультант подходящий уже есть. Вы хотели со мной поговорить? Да? Да. Слушаю вас внимательно. Латентный новоросс Грэм Филлипс, который то с Моторолкой заигрывает. А Моторола, ты уже давно звезда, а можешь дать тебе чуть-чуть совет, как Витя? Да, я не знаю, это звезды опытный. То детей в оккупированном Донецке учат. Я боюсь, что если я не здесь, это новости перекручивает. Наконец-то показал настоящий уровень журналистики. В Ростове этот похудевший мистер Пропер решил взять интервью у россиянки, поддержившей Надю Савченко. И вот что из этого получилось. Мне стыдно за мою родину. Мне стыдно за Россию. Мне стыдно, больно и обидно. Поэтому я здесь. Вы лично не журналист, а журналюшка. Видать, окончательно проникшись духом секты Путин в виде стоматолога, этот правдоруб вместо вопросов принялся оскорблять уже пожилую женщину. Что-то вам стыдно сегодня. Перепутала просто. Не поняла. Вы перепутала. Вы просто, наверное, не очень умны. Или просто не разбираемся. Это вы, кто вы сполны? Нет, это вы, мой дорогой. Ух, надо бы еще мужичка на филфак пригласить. Пусть научит молодежь правильной постановке вопроса. Как говорится, с туса убрали. Вводим новые стандарты. Вы просто, наверное, не очень умны. Или просто не разбираемся. Это вы, кто вы сполны. Благо, сама женщина не растерялась. Ну, наверное, потому что тех, кто плывет против течения в путинской России. Манерными хамами точно не запугать. Как вы мне стыдно сегодня? Как вы говорите мне о стыде? Вы знаете такое слово? Вы проститутка, знаете слово. Может, вы еще мне прочесть будете говорить? Получился вынос тела. Пусть и не в прямом смысле слова, но впечатление где-то такое. А еще, вы заметили? Потаскавшись годок с гиви и моторолками, заезжий Вася уже лучше самих русских знает, что и почет. Вы просто, наверное, не очень умны. Или просто не разбираемся. Нет, ну, в единую Россию вряд ли возьмут. А вот между Пургиным и тетей Анжелой вполне может быть. Объективные журналисты, они такие. А это уже другая русская женщина, которая коня наскоку и в избу горящую. Для подавляющей части путинской России она почти Лида из приключений Шурика. В смысле, красавица, спортсменка, комсомолка. Хоть 20 баранов давай, не жаль. Я хотела бы процитировать председателя правительства Российской Федерации. И сделаю это с превеликим удовольствием, сказав, что он придурок. 20 баранов, 25, 20, 20. Последние несколько месяцев самоговорящая голова российского МИДа буквально не вылезает из экранов телевизора. Нам исторически ползти мешают крылья. То ей посвящают песни. То она сама стихами шпарит. Теперь для санитаров леса мы стали вирши сочинять. Но самое главное в другом. Без пяти копеек от Марии Захаровой, кажется, не обходилась ни одна новость в мире. Хоть тебе Порошенко, хоть Обама, да хоть Эрдоган. Нигде без компетентного мнения из Кремля не обходилось. Посмотрите, будь то Россия, будь то Соединенные Штаты, другие страны. Все разыгрывается как по нотам. Комментировалось все. От интервью мэра Киева Кличко до носков Саакашвили. Представитель МИДа Мария Захарова, например, считает, что все это было бы смешно, если бы дешевый популизм, цитата, этого американского протеже на ламбутенах и в штанах, не приводил к трагическим последствиям. Казалось бы, вот где кладезь иронии и сарказма. Но на этой неделе вдруг оказалось, что как только дело доходит до конкретных вопросов, от дипломатического клуба веселых и находчивых не остается и следа. У России есть неденонсированные договоры с Украиной, по которым признаются границы 91-го года. Почему Россия, если захватила Крым, не денонсировала эти соглашения? Я просто хочу сказать, что мы за те пару минут, которые мы продлили наш интервью, просто не уложимся. Я обещаю вам, что я предоставлю на этот вопрос развернутый ответ. Получился просто мастер-класс по спрыгиванию с неудобных вопросов. То есть вы не готовы? Вы меня же начнете перебивать, и мы в этих... Нет, нет, у нас есть время, но вы не готовы ответить. Нет, почему я готова? И это тот самый случай, когда вместо кареты сама принцесса превратилась в тыкву. Думаю, вы, пожалуйста, не хамите меня, а задавайте вопросы по существу. Впрочем, как говорится, ничего нового. С такими-то учителями то ли еще будет. Мы считаем, что поставки вооружения в зону конфликта, они противоречат и всяким кодексам Евросоюза, и кодексам ОБСЕ. Но, повторю, доказательством будет предъявление вещдоков, больше ничего. А если уж хорошо постараться и совсем отличницей стать, то запросто можно и самого Чуркина подсидеть. Ну а что, на совбезах ООН вовремя включенный режим «Мороз не раз меня спасал» это как раз то, что нужно современной России. Я готова ответить, но я вам еще раз говорю, у нас осталось 2 минуты. Нет, у нас не 2, у нас порядка 10 минут. Это у вас осталось 10 минут. А вы хотите убежать. Вот, решат буржуины западные неудобную резолюцию принимать. А ты такая, хопа, мол, времени, братцы, нет, мне пора. Мы вам все свои мысли на бумаге вышлем, а еще лучше нарисуем в Твиттере. Там у МИДа России вообще шикарно получается. Туры не динонсированы. Я предоставлю либо этим пользователям, а также и вам в копии, чтобы вы могли разместить у себя на сайте очень подробный ответ на этот вопрос, потому что он действительно занимает большое количество времени. Хорошо. Ну и напоследок немного побед, таких, что хоть прямо сейчас с завятским квасом беги. К концу отопительного сезона Россия решила не мелочиться и отменила майданящим укропчикам скидку на газ. Газ по газ. Скидки на российское топливо для Украины кончились с 1 апреля, а цена будет контрактной. И все бы хорошо, да только газ у России Украина уже давно не покупает, о чем сами же кремлевские каналы с негодованием сообщали. Россия прекращает поставки газа на Украину. Мы не купуем газ в России, потому что мы купуем газ в Европейском Союзе дешевше. Представляете уровень? Проходишь такой мимо продавца картошки на базаре, а он тебе гордо. Ну все, теперь никаких скидок. И ты идешь и думаешь, а вот к чему он вот это вот все? Самоутвердиться, когда торговля не идет? А у вас над дебилизмом смейся тоже, люди. И очень странно, когда в роли такого продавца картошки оказывается целая страна. Причем страна, которая не оставляет попыток навязать новый миропорядок.